МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От них сходила с ума вся страна. Они как марионетки в его руках. Они выходили на сцену в одних трусах и любили друг друга на глазах у миллионов зрителей. Я считаю, что этот успех очень тяжело перебить, если вообще возможно. Им подражали и заваливали цветами. Но никто не знал о том, как невыносимо порой им было прикасаться друг к другу. Она все время была в таком каком-то вот разочаровании, ужас, обида какая-то. В 2009-м девочки официально заявили, группы тату больше нет. Теперь постель и деньги только в розь. Как говорится, тебе нельзя было инноваций. Они встретятся снова. Спустя 4 года. Ты кахалюсь? Да, я пойду. Какие обиды Юля и Лена до сих пор не могут простить друг другу? А вот это вот, вот это вот, да что такое? Как пройдет их первое за долгие годы совместное выступление? И станет ли оно шагом к примирению самых эпатажных девушек на российской эстраде? Восемь утра. Международный аэропорт столицы Румынии, Бухареста, заполнен журналистами. Кажется, Лена Катина ожидала более теплый прием. 2002 год. Та же Румыния. Тогда группа тату была популярнее всех футбольных команд мира. Все изменится в 2009-м. Продюсеры поймут, зрителей уже не удивишь поцелуями двух девочек. Лена, в принципе, не ложит верить на их отношения. Концертов становится меньше, а скандалов все больше. Когда я там могла сказать, знаешь, я не плечу на этот концерт, не хочу. Я там приходила на фотосессию, нетрезвая. И она все время была в таком каком-то вот разочаровании, ужас, обида какая-то вот. Между ними до сих пор будто черная кошка пробежала. За пару часов до первой за несколько лет встречи Лена словно и не помнит о Юле. Она ей больше не нужна. Но в одиночном плаванье Лене приходится не сладко. Перед важным выступлением ей не дают даже личного парикмахера. Все проблемы с организаторами в Румынии Лена решает напрямую. Другое дело Юля Волкова. Кажется, она не привыкла думать ни о чем, кроме развлечений. Все дела через помощницу. Пара вопросов о расписании и Юлю везут в отель. В тот же, где уже отдыхает Лена. Впервые за несколько лет они выступят совместно. Их пригласили стать хедлайнерами румынского музыкального шоу. Если раньше они спали в одной кровати, то сегодня номера строго отдельно. Ну что, идем на ужин? А там, очевидно, нас ждет сюрприз. Они не виделись с Леной больше двух лет. Но Юля, кажется, совсем не волнуется. Такая смена обстановки. Мы просто после Украины приехали. У нас был тур. И мы, конечно, такие первые деньги, еле живые. Классно через зеркало, кстати. Случайно записанные кадры. Сильная и равнодушная Волкова дает слабину. И рассказывает о том, как несколько лет пыталась посмотреть в глаза бывшей подруги. Десятый год. Я ей позвонила поздравить с днем рождения. Она была в Москве. Потому что в 11-м году у меня не было ее телефона. И как-то мы не общались, не поздравлялись с 19-м года тоже. И я ей говорю, позвонила поздравила. Там был в вечер, я плинок. Что ты, надула бы в Москве? Да нет, я вот скоро. Я говорю, ну давай, может быть, сходим. Я не знаю, у меня сейчас столько всего. Если будет время, сходим. Она слишком устала стучать в закрытую дверь. Девочка выросла. Кеды давно сменились на каблуки. Невинную улыбку даже не разглядеть за ярко-красной помадой. Здесь вкусно? Проснулся сразу, да? Она звезда. Давай закрутим землю Под собой Давай закрутим тему Про любовь А Лену Она пытается воспринимать как часть своего пути, Которая давно осталась в прошлом Когда-то Они вместе сходили с ума Повторяли простые движения И за руку бежали от всего мира Но вышло так, что убежать получилось только друг от друга С Леной в принципе не было доверительных отношений, потому что было наркотики до этого Во-вторых, я понимала, что для меня проект стал какой-то ношей в этот момент Мне перестало быть интересно Взрослеем, накал, уже там, конечно, последующие альбомы не были настолько успешными, насколько был первый Потому что я считаю, что этот успех в принципе очень тяжело перебить, если вообще возможно Да и собственно цель такой не стоит Но, наверное, где-то в душе мы надеялись, что вот сейчас опять бум И вот так же, да, вот снова здорово Не случилось И какие-то вещи хотелось сделать по-другому Ну, короче, там много всяких нюансов И мы просто сделали собрание и поговорили и решили, что все, мы разбегаемся Почему на самом деле распался самый успешный дуэт на российской эстраде? Как раха, тебе нельзя было не навать За что девочки недолюбливали друг друга все эти годы? Нет таких качеств, чтобы я меня и ценила, для меня Есть пустота, вот стенка И как страшный диагноз изменил властного продюсера группы Тату Я не рассматриваю, как расплатываю, как награду Смотрите после рекламы Лена Катина Скромная девочка с румяными щеками Ангел на фоне худой и неуклюжей Юли Травка Дуванчики Ой, я хочу уже вблезти веночек Лена, там у нее есть батюшка, да? Не знаю, до сих пор у нее есть нет, был Она в Москве там ходила, исповедовалась, там вот мне приходится на сцене играть Лесбиянку, это же грех Но Юля уверена, Лена пытается быть хорошей для всех Формально кается и продолжает зарабатывать деньги на образе девушки без комплексов Мы все с вами очень разные Мне кажется, что сейчас очень важна эта разность, уважать Мы не должны оставаться радостными в агрессии по отношению к ЛГБТ-комьюнити ЛГБТ-комьюнити Общество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией Юля, как и Лена, никогда не отказывается выступить перед такой публикой У меня позавчера было, я уже спуталась там два восприняя за ночь, одна из них была в гей-клубе Я так кайфанула То есть мне казалось, что я готова продолжать еще петь час бесплатно просто Вот просто потому, что я начала импровизировать в зале Мы спели мальчики вот так Я там смотришь, нежно ждешь Его внимание, чувства те же То есть мне даже голос бы порезался Казалось бы, обе любят сцену, обе любят деньги Так почему же за долгие годы им так и не удалось полюбить друг друга? Это написано в программе у продюсера и двух участников, естественно, нулевые периоды Нулевые периоды, солнце, они написаны в личных программах Поэтому, как говорится, это было предопределено, этого избежать было невозможно Группа Тату распалась в 2009-м Не самый удачный год для всех участников группы В нумерологии есть такие расчеты с Луной и Солнцем Луна – это то, что должно быть породу Породу – это программа кармическая породу Солнце личное Личная программа всегда должна доминировать над программой кармической А это период был 6 луна, Солнце – 0,8 Вот он, конечно, в 2009-й год оказался роковым и неудачным для Юлии и в целом для группы Тату Вот он объяснение. Самое интересное, если рассчитать дальше Елену, то же самое То же самое, этот период Солнца нулевого в личной программе, то же самое у Елены Но Клара уверена, все началось гораздо раньше Конфликты у девочек были с самого начала Если рассматривать, допустим, то же самое Юлию Волкову Технический расклад ее даты 279-10-35 и Елены 279-19-10 Вот она совместимость по цифрам По всему выходит, они созданы друг для друга Но при детальном разборе, понятно, вместе им было очень не сладко Елена Катина, раз, два, три, четыре единицы У нее волевой характер И она пренебрегала и Юлией, и Иваном Шиповаловым, и Борисом Ренским Почему? Потому что Елена, четыре единицы, как правило, такие люди, они самодостаточны И, соответственно, если в партнерских отношениях у кого-то недостаток единиц Соответственно, кто-то кем-то пренебрегает Вот она как раз пренебрегала Когда вы задали вопрос, что ты ценишь в Барселине, нечего ответить Нет таких качеств, чтобы я меня и ценила Для меня Есть пустота Вот стенка, да, она белая Класс Как я ее ценю? Никак Может быть розовый Теоретически А может она еще красивее станет, когда она будет розовый А может подрисовать там звездочку И захочется прийти сюда и смотреть на эту стену Сейчас, пока Я не могу сказать, что она плохая Я не сказала, что Елена плохая Но нет того качества, чтобы я в ней ценила Нету его Да, добрая, да, ну, много добрых людей Да, такая вся вот Такой мишка, вот как у мистера Бина Такой плюшевый Добрый, такой хороший человек, да Таких людей много Но вот того, чтобы меня покорило в ней Ты согласна 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 По словам Клары Кузденбаевой, именно Лена манипулировала всеми в коллективе. Это категоричность, гордыня, амбициозность. А для женщин-тысячников, конечно, сложно с чем? Они считают лучше себя остальных. Ее отношение к Юле было с пренебрежением, потому что Юля одна единица. Соответственно, Юля тот человек, который при всем, при том, что обладающая громадной энергетикой, то есть у него сексуальная энергетика, талантом, чувствительность, девочка душевная. Но это с большими комплексами, потому что недостаток и нет, соответственно, оказывает влияние на жизненную программу. Это люди такого типа, они бывают закомплексованы, лично утверждающиеся по жизни. Юля действительно всегда привлекает к себе внимание, любит шокировать и удивлять. Даже сегодня, после долгого перелета и бессонной ночи, она выглядит на все сто. Уверенной походкой девушка идет в ресторан пятизвездочного отеля. Да, мы дико голодные. Сейчас они с Леной впервые за два года увидят друг друга. Привет! Привет! Так, алёська! Причем на уху? Скочил? Самолёт. Встала? Да, я пойду. Роберт, мы тоже после поездок. Поездок. Но разговор совсем не клеится. Неловкую паузу пытается прервать Лена. Я пойду. Пожалуй. Окей. А Юля, как и много лет назад, не понимает, как можно отказаться от общения ради того, чтобы поспать. Вы ничего не понимаете? А? Вы ничего не понимаете? Так я смотрю. Хочется уже поесть и в казино пойти поиграть. Сегодня сложно представить двух более разных людей. У нас нет ничего одинакового, кроме, наверное, любви к сцене. Лена почти не общается с журналистами и старыми знакомыми. Не ходит на тусовки. Я очень устала. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно моё время. Мне нужно спать. Мне 28 лет. Я хочу сохранить свою молодость и красоту. Для того, чтобы это сделать, нужно обязательно высыпаться. Упёртость характера вообще по жизни Елены будет мешать. Как правило, такие люди абсолютно не разбираются в людях. Они ими могут управлять. А управлять каким образом? Они подвержены лезть. Лену давно взяли в оборот американские продюсеры. Они внушают ей. Гениальнее певицы нет. И, кажется, Лена верит. Выступает народная артистка России. Лена, хватит. Она работает в новой студии и живёт за тысячи километров от Москвы. Мне только что дали в руки камеру и велели самой себя экспромтом снимать. Снимаю. Что вам ещё рассказать? Лос-Анджелес. Тепло. Она уехала из столицы сразу после распада группы. Решила делать сольную карьеру и без раздумий взяла билет за океан. Мистер Паркин, профессор. Это было довольно хорошо. Очень легко, потому что там музыканты живут. Если бы они жили в Лондоне, я в Лондон поехала. В Париже наш, в Париж поехал бы. Как так сложилось? То есть, происходят какие-то вещи, которые ты не контролируешь. То есть, они просто случаются. Да, пишем. Да, ещё раз, Лен. Свободнее пой, и получится. Где сыграть мелодийная пианино? А ну дай послушать. А я уже рассказывал, ничего не скрывал и не врал. Вот, поэтому правду. И повторять это, считаю, просто это будет неприлично с моей стороны. По отношению к вам и к зрителям. Иван Шаповалов не любит говорить о распаде своего детища. Наверное, он и сам не до конца понимает, почему девочки так внезапно бросили всё. По-разному. Кто-то говорит, что там что-то исчерпалось. Кто-то говорит про наркотики. Кто-то говорит про желание. Нет, было бы желание. Вот, было бы желание. Сейчас у него нет желания разбираться. И единственное, чего хочет Иван – жить. Год назад ему поставили страшный диагноз – рак мозга. Я думаю, это награда, скорее. А за грехи или за дела там какие-то добрые, это уже… Я не рассматриваю это как расплату, а как награду. И не жалуюсь. И не жалуюсь. За что наградила его судьба, он и сам не знает. Может, от социума, может, от человека. Это вот такое взаимодействие. Экстрасенс предполагает, после успеха тату на продюсера обрушился слишком большой поток энергии. Его проклинали родители школьниц. Ведь именно группа тату породила волну интереса к нетрадиционным отношениям. Юля и Лена знают о том, как нелегко сейчас их бывшему наставнику. Но годы стерли былую близость. У каждой теперь своя жизнь. Это моя комната, где я тамлюсь в долгие часы записи песен. В этой американской студии Лена Катина проводит большую часть своего времени. Вот на этом диване мы отдыхаем, когда мы устали. Он, конечно, не очень удобный, немножко продамленный, и от него болит спина. Но это лучше, чем ничего. Она не избалована вниманием прессы. Инструменты. Девушка с удовольствием проводит небольшую экскурсию по своей маленькой студии. Это привет былой слаймер. Это где наш свен орудует всякими разными вещами. Я тут ничего не понимаю. В этой небольшой комнате Лена записывает совсем другую музыку. В ней нет вызова и протеста. Это мое пространство. И сейчас я буду петь. Семноволосая девушка в гробу. Кто это, если не Юля Волкова? Этим видео Лена хотела сказать, пути назад нет. Мы с раздежды встретим Новый год. Пусть улыбка в каждый дом войдет. Они познакомились еще детьми. Вместе пели в ансамбле «Непоседы». Редкие кадры. Вот Лена Катина с копной все тех же рыжих волос поет на голубом огоньке. Открывая чудеса секрет. А вот другой концерт. Юля Волкова за руку с Владом Топаловым берет высокие ноты песни о Москве. В детском хоре они никогда не солировали вместе. Знали только имя друг друга. Иногда говорили привет. Лет с 13-ти обе постоянно ходили на кастинги. В 90-е новые группы создавались чуть ли не каждый день. Мы с тобой эту песню споем. Я такая нахожу. Ура, здесь курят. Так вот, то есть мне 14 лет. Меня смотрит Ваня. Я начинаю с Ваней разговаривать. Ну а ты? Лена меня так берет за руку. Мы с ней идем в туалет. Слушай, а я называю его Иван Николаевич. Я говорю, ну здорово. А мне как-то хочется его Ваня называть. Вот Ваня просто Ваня. Я не хочу больше так. Не мой, да, Ваня, молодой, растущий организм. Вот пусть Лена орет. Ты мне говорила, вот пусть Лена орет, все. Вот сделай, чтобы Лена орала. Мне все равно, я могу внизу петь. Я могу и... Песни не будет, если нас не орешь, Женка не хочет. Вот я только что Лена пела наверху. Я не буду орать, Ваня. Я не могу орать. Такой была ее первая встреча с Иваном Шаповаловым. Ну с приходом Волкова, конечно, много чего поменялось, потому что я такая девочка, припевочек скромница. И тут пришла Волкова, а я всех на вы называю. Ван, там, Александр. И тут пришла Волкова, да? Вань, ну ты что там? Ну там, Саш, да ладно там. И я такая, ты что их на «ты» называешь? Ну, взрослые мужики, ну я там, шпентик такой малолетний. Ну как-то, почему на «ты»-то? Как-то мне как-то странно так. Думаю, ну ладно. Я здесь. Я здесь. Лена и Иван Николаевич, как она его называла, были давно знакомы. Нормально. Я есть. Слышишь? Я есть. Волкова сказала, что она работать больше не будет. Ну не, так смотришь, я тоже не буду. Я право. Она одна из десятка девочек прошла у него прослушивание и несколько раз озвучивала в студии рекламные ролики. И в итоге Ваня использовал мой голос в рекламе и дал мне 200 баксов за это. Ну, мне 13 лет или 14 там, ну где-то там, около того. Может быть, даже еще и 13 было. Ну, да, так, 200 долларов. Ну сколько, говорит, тебе дать-то? И вдруг дает мне 200 долларов. Я думаю, о, е-мое, 200 баксов дали. Две фразы спела, 200 баксов дали. Хорошая работа, мне нравится. У Юли не было ничего. Приглашение на кастинг в новую группу стало для нее настоящим подарком судьбы. И чтобы получить эту работу, она была готова на все. За что девочки из Тату до сих пор оправдываются перед публикой? Мы играли роль свою. Такая у нас была роль. Как у продюсера получилось убедить девочек пойти против норм и правил? Марионетки в его руках. Вот он говорил, делайте так. Он сам управлял, и мы. И почему сегодня Юля Волкова боится прикоснуться к Лене? Самое главное, я понимаю, что она у меня закрыта. Закрыта сильно, процентов на 90. Смотрите после рекламы. Ну, пипл ждет за 4 года. А мы сли... Меньше. Спасибо, мы пошли. Ну, это тоже, понимаешь, оно должно что-то произойти на сцене. Ну, что-то случиться должно. Юля пытается советоваться с Леной, что делать на этот раз, чтобы удивить публику. Но Лена молчит и, кажется, не слышит. Она скажет об этом организаторам, скажет директору. Но услышит ли Лена эту просьбу стать хоть чуточку ближе? Видите, какая она стала сейчас? Самое главное, я понимаю, что она от меня закрыта. Закрыта сильно, процентов на 90. С момента их первого поцелуя прошло слишком много времени. Лена давно уже не чувствует тяги ни к Юле, ни к эпатажным поступкам. Ну, он сказал, что будьте в клипе целоваться. Он, это продюсер Иван Шиповалов. Ты знаешь, у меня просто была подружка в детстве. Мы с ней дружили до второго класса, потом она уехала жить в Германию. Она была моя лучшая подружка во дворе. И, собственно, мы с ней там 6-7 лет целовались. Такое вот было. Поэтому для меня, собственно, поцелуй с девочкой, Ваня эту историю знает. Он мне был чем-то новым. Мы смеялись, нам было прикольно. Нам было смешно. Зато сейчас им совсем не до смеха. Они давно отвыкли репетировать вместе. Лена тихонько распевается на краю сцены. Кать, вот в этом кресле, отходи фоткой. А Юля не отходит от своей помощницы. Причем так, чтобы это было понятно. Они бы и рады поговорить. Но все разговоры, как правило, кончаются одинаково. Ты надолго? До 15-го где-то января. Я брать на меня. Как катюшка? Институт заканчивает. Ни с кем пока ничего. Как вы, может, держите на политику? Да? Не, ну ничего, господи. У каждого уже свой путь. Не обязательно же, как некоторые. Ну, мы обидели личности. Познавали мир. Лена осуждает не только Юлю. Она уверена, продюсер группы «Тату» тоже живет неправильно. К вами налипли быстренько обожатели, поклонятели, поклонители, не знаю, не вдохновители явно. Ну, если только на какие-то другие совершенно ненужные и ужасные вещи. Вот, всем, что, ах, ну как же с шиповолом, да в Поднебесном, да посидеть. И там вот эти вот все мешки, чемоданы с бог знает чем там. Ну, для меня вообще, в принципе, это всегда было табу. Не знаю почему. Она говорит о наркотиках. Лена уверена, мир «Тату» рухнул, когда и Юля, и Иван начали пробовать новые виды удовольствия. И все кайфуют, всем так хорошо, весело, здорово, ё-моё. Ну, вроде как ты смотришь на них, ну да, людям хорошо. И, с другой стороны, я понимаю, что нет. Продюсеру сложно скрыть раздражение от того, что Лена так бесцеремонно рассказывает о его личной жизни. И у меня не было зависимости, чтобы говорить о конкретном моменте. Он ни о чем не сожалеет и не винит наркотики в том, что сейчас оказался на грани жизни и смерти. Наркотики оправдали вашу надежду узнать что-то новое? Да, конечно, даже, я думаю, любое новое блюдо кулинарное оправдывает надежду узнать что-то новое. Или то же самое. То есть вы узнаете что-то новое. А нужно это новое вам? Не нужно это другой вопрос. Полезно это новое для вас, не полезно? Это уже другой вопрос. Юля Волкова уверена, все ее эксперименты были только на пользу. Ее личная жизнь больше похожа на киносценарий. Очень сильно влюбилась. У меня был тогда молодой человек, свой роман помоляет из очередных. У него была беременная девушка на пятом месяце. Познакомились, тусовались, караоке, тусовки, общение. Потому что, будучи там выпившей наркотики, оно вот, ты все время на эмоциях, обсуждение вот это вот. Наркотики, мужчины и дети от разных отцов. Случайный секс. Юля Волкова – девочка, которая обладает громадной энергетикой, сексуальной. Сексуальная, очень обаятельная. Но есть опять-таки кино. Это девочка, которая эмоции опережает, эмоции возобладает над разом. То есть нетерпелива. Если опять-таки. Но зато честно. Но даже официально приняв ислам, она не отрицает. Ее главная религия – она сама. И проповедовать она будет вовсе не по канонам и догмам. Мы приняли на себя такую ответственность помочь людям решить проблему внутренних каких-то комплексов. Правильно? Потому что в момент поцелуев очень много людей звонили и говорили, «Блин, спасибо. Я вот с мальчиком живу. И мне казалось, что это ненормально. А вы открыли для меня этот мир. Так что это нормально. Я тоже человек, который имеет право на это существование». Но на самом деле, уверен экстрасенс Валентин Дивин, ни о какой высшей миссии девочки тогда даже не думали. «Тогда, когда они были 16-летними, она работала, можно сказать, под управлением, забыл фамилию его, Шаповалов, да? Шаповалов. Они как марионетки в его руках. Вот он говорил, делайте так, делайте так. Он сам управлял ими». Они делали все, что говорил им Шаповалов. Легко перешагнули через все нормы. И за это им отлично платили. «Но он их абсолютно не, так сказать, не насиловал своими идеями, понимаете? Он их не насиловал. Он все время, он был хороший еще психолог, между прочим». Нумеролог уверена, Юля гналась за удовольствиями и деньгами. А вот Лене нужна была еще и слава. «Конечно, при всем, при том, что она, знак известности у нее был написан в программе, но есть еще отрицательные качества ее характер. Это упертость, потому что настолько категорично, что спорить с такими людьми бесполезно». Но сегодня группа «Тату» снова вместе. Пусть даже ради одного выхода на сцену, фанаты все равно надеются, это выступление может положить начало второй волне популярности дуэта. «От кого зависит будущее группы «Тату»?» «Признается ли Лена Катина в том, что скучает по прошлому?» «Я скучаю по этому времени». «И почему Юля Волкова расплакалась прямо на сцене?» «Смотрите после рекламы». Через полчаса они сядут в одну машину. «Камон, камон, камон, смей». «Я, я, я». Разделят одну гримёрку на двоих. «Уже ноги, я не чувствую, там уже пальцы, вот так вот». А потом взорвут зал. «Киндо, ле, чиню, чу, сингуню, тату». «Да!» И никто даже не догадается, что всего за пару часов до выступления они едва не отказались от всего. Внимательно посмотрите на руки девушек. Лена буквально выдергивает свою руку из Юлиной. Через минуту Волкова снова попытается дотронуться до когда-то близкого человека. Лена вырывается чуть ли не силой. У Юли текут слезы. Она обнимает Лену в надежде, что-то оттает. Но чуда не произошло. Елена, характер, конечно, не из легких. Почему? Потому что девочка – носитель знака известности. Они вместе уже выступили на всех крупных мировых площадках и получили всевозможные награды. На этом видео девушки благодарят поклонников из Китая. Благодаря им альбомы группы получают статусы «золотых в Поднебесной». В каждой стране они обещали фанатам «Мы еще вернемся». Да. Я скучаю по этому времени. Может быть, Лена смягчится и поверит Юле. Она может сказать, ты знаешь, никак я это не вижу. После выступления у них расписана каждая минута. Интервью на радио и перед телекамерами. Вместо того, чтобы обсудить, как все прошло, девушки только ругают организаторов. Блин, у меня на максимуме эта вещь орала. Я думала, у меня уши просто каюкнутся. А дальше Лена просто запрещает задавать ей любые вопросы. В такой обстановке совсем не до разговоров о главном. Ты знаешь, для начала мне хочется узнать ее новую. И открыть мне какие-то качества, о которых, может быть, она даже сама не знает. Мне хочется ее как-то вот реанимировать, что ли, вот как-то так, наверное. А это уже совсем другие эмоции. Ты знаешь, больше душа нас под нас сыном. Что и должно было быть? Чтобы больше там проигрыш. Больше там рассуждать. Лети, понимаешь, на пробежь. Лети, на пробежь. В какой-то момент Юля забывает, что ее снимают и говорит все, как есть. Она в отчаянии от той стены, которую Лена выстроила между ними. Вот это вот, вот это вот, да что такое? Это вообще-то к чему? Эта эмоция, она куда обращена? Лена полностью ушла в сольный проект. И без сожаления переступила через Юлины чувства. Лена Катина, она тоже заряжена. Но у нее там проблемы будут с деньгами в Америке. Вот вы говорите, о будущем какие? У нее будут проблемы где-то там в ближайшие... В ближайшие два года. Вот сейчас ответ идет мне. Два, два, три, два, два с небольшим. Какие-то проблемы возникнут. Но она будет продолжать стремиться к тому, чтобы что-то оригинальное придумать. А там очень сложно придумать что-то оригинальное в Америке. Очень сложно протолкнуть это оригинальное. Валентин Дивин уверен, Юля зря так сильно переживает. В ближайшее время у нее все будет хорошо. Гораздо лучше, чем у Лены. Я смотрю ее перспективу. Она ведь, между прочим, продолжает петь. Я вот так чувствую. Она поет. Она записывается даже еще. Но она будет действовать в рамках новых каких-то необычных подходов. Непростых песен, таких скучных. Вы знаете, вот-вот. Ты меня любишь, я не люблю, тогда все. Она что-то будет искать все время новое. И у нее будут эти песни необычные. Вот она в творческом смысле очень энергетически зараженная. Почему нумеролог уверен в том, что Юля и Лена всегда будут рядом? У них даже, оказывается, связь с прошлой жизнью идет. И как страшный диагноз изменил властного продюсера группы Тату? Единственное, что сейчас полегче ему станет через шесть месяцев после дня рождения. И что увидел экстрасенс в будущем повзрослевших Татушек? А сейчас люди, жаждущие видеть их опять вдвоем, позачевываются. Смотрите после рекламы. В этот день Юля несколько раз пытается поговорить с Леной. Но та пока не готова. После выступления Лена почти сутки добирается домой, в родную же Лос-Анджелес. На прогулке по любимому пляжу она начинает вспоминать прошлое. Их с Юлей общее. Вот, собственно, это место, где мы, по-моему, с Юлькой покупали мороженое. Тут сейчас почему-то одни пиццы и что-то еще. Но вот, в принципе, мы сюда приезжали на роликах к этому месту и покупали здесь мороженое. Нумеролог Клара Кузденбаева уверена, девочки еще обязательно встретятся. Ведь в жизненном коде у обеих есть то, что-то большее, чем различие или схожесть. Когда жизненный код начинается с одинаковых цифр, это говорит о том, что у таких людей идет связь с прошлой жизнью. То есть жизненный код начинается с Юлии семерки и у Елены семерки. Вторая цифра идет девятки. То есть это говорит о том, что 79 у Юлии и также 79 у Елены, у них жизненный код начинается с двух цифр одинаковых. Вообще, самоудивительно. И, как правило, это говорит о том, что эта связь идет с прошлой жизнью. То есть две жизни подряд до этой жизни, то есть две реинкарнации, они были рядом. Это я сейчас увидела удивительно. Да, вот что, из-за чего была с вами тема. Мы спрашиваем у Клары, может ли случиться так, что уже в этом году группа «Тату» снова взорвет хит-парады. 28 мая Ивану Шаповалу исполнилось 47 лет. И по жизненному коду, а его жизненный код – 275-240. Значит, 28 мая Ивану Шаповалу исполнилось 47 лет, он вошел в ноль. А год у человека начинается через 13 дней после дня рождения. На самом деле, у него период спада пошел с 28 января этого года, с полных 46, когда он начал спускаться к нулю. Конечно, период нуля, конечно, это год спада. Поэтому это год для него неудачный. И это мягко сказано. В этом году Иван впервые в жизни понимает – будущего у него может не быть. Вы свое будущее как представляли себя? Он думает почти минуту. Кажется, ответ на этот вопрос пугает его больше всего. Но он знает – надо верить в себя, несмотря ни на что. По-разному. По-разному можно заглядывать в будущее, но вот лучше говорить о настоящем. Нумеролог смотрит индивидуальный код Ивана. Она верит Ивану под силу победить болезнь. Единственное, что сейчас полегче ему станет, через 6 месяцев после дня рождения, это с 28 января, когда он начнет подниматься на двойник. Главное для него – не сдаваться. Особенно в этом 2013 году. Ведь для всех, кто связан с группой Тату, он станет годом борьбы и разочарований. Год 13 – это год, вообще на самом деле, считается интригой. Это год болезни. Это год спада. Экстрасенс Валентин Дивин говорит о сложностях в общении Юли и Лены. Они будут общаться и пытаться что-то придумать вместе. Но это будет очень сложно. Это будет очень проблематично. Я вижу пока, вот сейчас, не такой уж я сильный пророк, но вот, вот, года четыре. Вот это будет взаимо, так сказать, творческое всплытие на зрительской аудитории. Взаимное будет. И года четыре-три. Не меньше. Поклонники уже прождали их возвращение на сцену целых четыре года. И если надо, подождут еще столько же. Станет ли Тату единым организмом? Смогут ли Юля и Лена выжить без сильного продюсера? Придумать то, что снова заставит весь мир вздрогнуть? Многие сомневаются. Но только не Волкова Скатина. Многие сомневаются.